Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Чисел». И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Здесь говорится об обете Назарейства и о благословении Ааронова. И мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решатся дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то они должны воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должны употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни Назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда от зерен до кожи». Назарей, по-еврейски «назир» означает «посвященный», посвященный Богу. И закон Божий устанавливает, что Назир обязывается на время своего обеда не стричь волос, не пить напитков, подвергшихся брожению, и не прикасаться к трупам. Первое из этих правил выражает посвящение Богу. Человек предоставляется силе Божией действовать в нем. Считалось древними, что в волосах как бы сила Божия может присутствовать. Вот есть такой судья Божий, Самсон, и мы о нем читаем в книге «Судей». Мать дала обед, что не будет стричь его волос, потому что она его посвятила как Назира, Богу, от чрева своего. Его сила была в волосах. Когда долила язычница, остригла ему волосы, он потерял эту свою силу. Это первое правило по поводу волос. Второе – это не пить спиртных напитков. Это отказ от легкой жизни, от легкомысленной жизни. Без этого посвящения Богу оно невозможно. И третье – то, что нельзя прикасаться к трупам, указывает на принадлежность к Богу. И на самом деле вот эти обеты, они не давались пожизненно, они давались временно. Только в случае с Самсоном мы знаем, что мать сказала, уточнила, что на все дни жизни его он будет Назир, посвященный Богу. А так человек мог давать этот обет на год, на полгода, на 10 лет. Мы можем предположить, что такой обет, посвящение, был важен для людей с алкоголическими проблемами. Как в начале XX века при церквах создавались общества трезвости, и люди посвящали себя трезвости и давали клятву на кресте и Евангелии, что они не будут прикасаться ни к чему спиртному, не пить ничего, то, что бродит и может вызвать опьянение. Мы знаем, что Христос назывался Назареем. Но он назывался Назареем, потому что он был из Назарета, а не потому, что он был Назир, он не был Назареем. Потому что мы знаем, что Христос ел мясо и пил вино, так сказано в Евангелиях, и он сидел за трапезой. Он на тайной вечере тоже присутствует за общей трапезой. Там обязательно по еврейским законам совершение пасхальной службы несколько чаш вина пили. Поэтому не надо путать Иисус из Назарета или Иисус Назарей. То есть в любом случае это означает «из Назарета», а не Назир. И Назарей в смысле вот этого обета. Назарейство – это, если хотите, ветхозаветное монашество. Ветхозаветное монашество. Считается, что, возможно, Иоанн Креститель дал какой-то подобный обет Богу, потому что он действительно ничего такого не вкушал. У него были длинные волосы, которые он не стриг. Это знак такой посвященности. «И сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам Израилевым, и скажи, если мужчина или женщина решатся дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарей Господу». То есть Назарей посвящает себя Господу. То есть он хочет прожить какой-то период времени в строгом воздержании. В некотором смысле для каждого православного христианина временем Назарейства, такого православного, является время поста. Потому что пост, мы от чего-то отказываемся. Но это не такой обет, который дается на всю жизнь, а вот на время поста. Итак, далее читаем с пятого стиха. «Во все дни обета Назарейства, его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он». То есть он мог себя посвятить даже до несколько дней. «Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, имеется в виду, если они мертвые, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни Назарейства своего свят он Господу». Но некоторые ошибочно думают, что священники должны отращивать длинные волосы, они тоже посвящены Богу. На самом деле в русской церкви этот обычай, когда священники стали отращивать длинные волосы, появляется где-то в XVIII веке, когда дворяне носили такие парики с закрученными буклями, но священники как-то не хотели парики одевать, они отращивали волосы и тоже их закручивали. Если вы посмотрите изображение иерархов XVIII века, вы увидите, что у них как бы одинаковая прическа. А потом уже через несколько поколений решили, что священники как Назареи. Но откуда это взято, не очень понятно. Например, в XVII веке священники стриглись, старобрядцы, которые сохраняют образ жизни до XVIII века, священники стригутся. В правилах Вселенских соборов сказано, что священник должен стригся по порядку, как стригутся люди клира, то есть клирики. Но тогда это особый такой обет, и мы знаем, что отшельники, пустынники, вот да, они действительно за собой совершенно не следили, у них были очень длинные волосы, но при этом отшельники святые, они благоухали. А если мы с вами перестанем следить за своим внешним видом, вряд ли мы будем благоухать. Может быть, что-то даже противоположное. Поэтому не надо все переносить как бы на себя. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господа, не должен он подходить к мертвому телу, отцу, матери, сестры. Во все дни Назарейства своего святого Господу». То есть свят, выделен. Я часто объясняю, что в еврейском языке это слово означает «отделенный, выделенный, посвященный», а не «светящийся». Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит там голову Назарейства своего, то он должен острить голову свою в день очищения его, в седьмой день должен острить ее, и в восьмой день должен принести двух горлец или двух молодых голубей к священнику, ко входу с киней собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. То есть в таком случае как бы перерыв в Назарействе, он проходит очищение, и потом как бы заново, чтобы тот обед, который он дал на количество определенных дней, он бы исполнил до конца. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни Назарейства его, должно привести его ко входу с киней собрания, то есть когда все дни исполнились Назарейства, и он принесет жертву Господу одного однолетнего агнца, без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебные приношения и возлияния. Ну, очевидно, чтобы совершить обряд Назарейства, надо быть еще и очень богатым, потому что, видите, какое приношение. Для богатых это способ смириться, принять Назарейство на какое-то время. Кстати, на Руси волосы отращивали, вот если взять средневековую Русь, когда запрещали служение священника, и когда кто-то оказывался в опале патриарха или в опале царя. Вот они не стриглись, не брились, и ни бороду не трогали, ни волосы на голове не трогали, пока с них опалу не снимали. Это был знак как раз того, что они несут на себе наказание некое. «И представив сие приношение, священник пред Господа и принесет жертву его за грех и всесожжение его, овна принесет в жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его, и острижет Назарей у входа скиния собрания голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего и положит на огонь, который под мирной жертвой его». То есть так как это посвящение себя Богу, Назир, и эти волосы, они сжигались. И ниже, 21 стих. «Вот закон о Назарее, который дал обет и жертву его Господу за Назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его по обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверхузаконенного о Назарействе его». Может быть, здесь предлагается маневр, что позволит ему достаток, потому что то, что перечислено выше, это богатый еврей мог себе позволить. А здесь как бы доступ открывается и для бедных евреев тоже как-то приобщиться к Назарейству. Сейчас в православном мире принято, когда православные люди уезжают на какое-то время пожить в монастыре. Детей отправляют пожить в монастыре. Иногда прям семья целиком едет на какое-то время. На Руси вообще было принято совершать пешие хождения в монастыри и находиться там какое-то время. Особенно время поста считалось благоприятное для этого. Далее говорится о благословении Аароновым. Это очень древние благословения. Я знаю, что некоторые наши священники знают его наизусть и благословляют этими словами своих духовных чад. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых». А сейчас Новый Израиль – это христиане. «Говоря им». Вот слова этого благословения. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Вот эти прекрасные слова. Родители могут этими словами благословлять своих детей, своих внуков. «Так пусть призывают имя Мое и сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Этими словами заканчивается шестая глава книги «Чисел». «Чисел». Продолжение следует...